Достаточно часто в процессе решения тех или иных задач возникает необходимость передать функцию неопределенное число аргументов. Предположим, что мы бы хотели написать функцию минимум, или min, которая принимала бы два аргумента a и b и возвращала бы наименьшие из них. Однако в такой момент мы задаемся достаточно естественным вопросом, а почему функция min принимает всего два аргумента? Почему не три? Что нам мешает находить минимум из трех элементов a, b и c? Или из четырех? Или из пяти? И так далее. Этим же вопросом задались разработчики языка, поэтому в языке Python существует механизм, благодаря которому мы можем передать внутрь функции неопределенное число аргументов. Давайте рассмотрим синтаксис на примере. Пускай у нас есть наша же функция print.ab, она принимает два обязательных позиционных аргумента a и b, а затем у нас следует звездочка args. В отличие от того момента, когда мы с помощью звездочки передаем аргументы внутрь функции, здесь звездочка работает с точностью до наоборот. В контексте передачи аргументов, когда мы пишем звездочка, а после нее кортеж или список, мы имеем в виду, что разверни нам, пожалуйста, кортеж или список и подставь элементы этого кортежа или списка в качестве позиционных аргументов функции. А здесь же, когда мы описываем аргументы, которые функция принимает, мы имеем в виду с точностью до наоборот. Мы говорим интерпретатору, что возьми все позиционные аргументы, которые не нашли себе места, и положи кортеж args. Тогда давайте рассмотрим, как восполняется наша функция от пяти аргументов. Давайте переводим 10, 20, 30, 40, 50 в качестве аргументов функции print.ab. При этом 10 и 20 инициализируют первые два аргумента a и b, потому что они являются первыми позиционными аргументами. Затем, как я и сказал по правилам, все те позиционные аргументы, которые не проинициализировали наши переменные, наши аргументы a и b, они будут помещены внутри кортежа args. То есть args будет кортежем, состоящим из 30, 40, 50. И тогда ничего удивительного, что вывод будет именно такой, какой он есть. Сначала мы вводим позиционный аргумент a, затем мы вводим позиционный аргумент b, он равен 20. А затем мы вводим все дополнительные аргументы, которые попали в args. Один за одним. Важно понимать, что в args попадут все дополнительные позиционные аргументы, которые мы передали, а также что они находятся внутри args ровно в том порядке, в котором они появляются, когда мы функцию вызываем. То есть если бы мы переставили 30 и 40 здесь местами, то эти строки бы тоже поменялись местами. А если бы мы, допустим, добавили сюда бы еще и 60, то в конце бы у нас тоже появилась еще и строка 60. И для именованных аргументов у нас есть похожий механизм. Давайте рассмотрим его синтаксис. Пусть у нас есть опять же функция printb, которая принимает два позиционных аргумента a и b. С этим у нас следуют две звездочки и слово quarks. В отличие от передачи аргументов внутри функции, здесь две звездочки работают с точностью и наоборот. Когда мы вызываем функцию, пишем две звездочки и передаем туда словарь, мы имеем в виду, что этот словарь нам нужно раскрыть и передать парой ключ-значения в качестве аргумент и значения аргумента и вызвать функции с этими аргументами. Здесь же две звездочки работают с точностью и наоборот. Мы говорим интерпретатору, что когда эту функцию вызывают, когда ты инициализируешь переменные, возьми все именованные переменные, которые не участвовали в инициализации, и помести их внутрь словаря quarks. Давайте рассмотрим вызов нашей функции. Пускай мы передали 10 и 20 в качестве позиционных аргументов и передали три именованных аргумента c, d и джимми. 10 является первым позиционным аргументом, поэтому он встает вместо a, 20 является вторым позиционным аргументом, поэтому он встает вместо b, и по правилам все именованные аргументы, которые не участвовали в инициализации, попадают в словарях quarks. Тогда c, d и джимми должны попасть в словарь quarks. То есть наш словарь quarks будет представлять из себя следующий словарь. По ключу c будет значение 30, по ключу d будет значение 40, и по ключу джимми будет значение 123. Тогда ничего удивительного, что у нас вывод выглядит именно таким образом. Сначала мы вывели позиционный аргумент a, потом позиционный аргумент b, затем мы перебрали все ключи внутри нашего словаря, и вывели каждую пару ключ значения. То есть d равно 40, в режиме равное 123, и c равно 30. Важным замечанием является то, что в quarks попадут только те аргументы, которые в инициализации не участвовали. Давайте посмотрим на следующий вызов. Если бы мы убрали второй позиционный аргумент 20, а в конце приписали бы b равно 20, и сколько бы закрыли, то тогда 10 является первым позиционным аргументом, и он бы инициализировал аргумент a. Так как позиционные аргументы закончились, самое вот это b в конце инициализировало бы аргумент b. Затем у нас бы осталось всего 3 аргумента c, d и джимми, которые являются именованными и при этом не участвовали в инициализации. Поэтому содержимое словаря quarks не особенно изменится от предыдущего вызова, точнее вообще не изменится. У нас как был ключ c, d и джимми, так и не там и останутся. Поэтому вывод нашей функции не изменится с точностью до перебора ключей внутри словаря. Эта часть останется точно такой же, а здесь они могут немножко поменяться местами, но не более того. Немножко подытоживая, стоит отметить, что все эти подходы можно, а иногда даже нужно совмещать, поэтому мы должны посмотреть на то, как формально выглядит синтактически верное определение любой функции. Начать стоит, пожалуй, с самого начала. У нас есть ключевое слово def от слова define, затем мы передаем имя функции, и затем у нас начинаются позиционные аргументы, это могут быть какие-то a, b и c. У них есть только имена, и у них есть только порядок. Затем у нас следуют позиционные аргументы со значениями по умолчанию. То есть здесь у нас идет блок аргументов, который может быть типа d равно 0, не знаю, e равно true, и что-нибудь еще, что нам взбредет в голову. Затем у нас идет звездочка и имя кортежа, куда нужно положить все позиционные аргументы, которые в инициализации не участвовали. То есть вот здесь мы можем сказать звездочка args или звездочка, не знаю, lst, что угодно, как нам это угодно. args не является ключевым словом, он используется на примерах просто потому, что он является одним из общепринятых, но в общем-то мы можем передать любое имя кортежа, куда бы мы хотели складывать все аргументы, которые в инициализации не участвовали. Затем, если мы все-таки указали звездочку и кортеж, куда нужно складывать все позиционные аргументы, которые не участвовали в инициализации, следует блок аргументов, которые мы можем передать только по имени. При этом он может быть также просто именами, то есть здесь могут быть, не знаю, что мы еще не передали, fgh. Он может быть также с значением по умолчанию, h равно 10 или что-нибудь еще. Важно понимать, что туда не может попасть ни одна позиционная переменная, ни один позиционный аргумент, потому что все позиционные аргументы, которые мы уже передали, они находятся либо здесь, либо они попали вот сюда. И так как сюда не может попасть ни один позиционный аргумент, то все аргументы в этом блоке должны быть явно переданы по имени. То есть если бы у нас здесь были, допустим, g и i, то чтобы передать аргументы g и i в функцию functionName, когда бы мы ее вызывали, мы бы должны были явно указать что-нибудь там. g, допустим, равно true, и i равно 10, например. Если бы они не были проинициализированы значениями по умолчанию. И так же, так как у них нет порядка, нам более-менее не важно, в каком они порядке идут, и нам не важно, что может быть сначала определена вот здесь определен аргумент со значением по умолчанию, допустим, i равно 10, а затем g без значения по умолчанию. И последним блоком являются две звездочки и имя словаря, куда бы мы хотели складывать все именованные переменные, которые в инициализации не поучаствовали. То есть здесь на примере был, например, звездочка-звездочка-кваркс. Это также не является никаким резервированным именем, мы можем выбрать любое имя словаря, которое нам угодно, использовать, допустим, kv и указать его сюда. Несмотря на формальную громоздкость конструкции, блок между звездочкой и кортежем, и двумя звездочками и словарем чаще всего не используется в реальной жизни, я его видел крайне редко. То есть вот эта часть чаще всего просто не используется, и те функции, которые вы будете видеть, они чаще всего используют просто позиционные аргументы, позиционные аргументы с значениями по умолчанию, собственно, звездочка-картеж, и здесь две звездочки и словарь, куда распихиваются другие аргументы, которые не участвовали в инициализации. Примером синтаксически верной конструкции будет пример. У нас есть позиционный один аргумент A без значения по умолчанию, позиционный аргумент B со значением по умолчанию равным 10, затем передаем звездочка args, куда будут собираться все позиционные аргументы, которые не участвовали в инициализации. Затем мы используем редкий блок, который используется крайне редко, это вот keyword-only arguments, или аргументы, которые мы можем передать только по имени, и они, собственно, находятся здесь, и затем у нас следует блок из двух звездочек и кварц, куда у нас помещаются только те аргументы, которые переданы по имени, и которые не участвовали в инициализации. Тогда заметим, что из обязательных аргументов у нас не проинициализирован всего два. Это A, то есть здесь есть значение по умолчанию, здесь есть значение по умолчанию, здесь его нет и здесь его нет. Для того, чтобы нашу функцию вызвать, мы должны передать первым позиционным аргументом 15, потому что это A, ну или явно указать здесь, допустим, что A равно 15. И мы должны явно по имени передать D, потому что он находится в том блоке, куда мы можем передать аргументы только по имени. D равно 15. Чаще всего вы не будете встречать таких громоздких конструкций, однако считаю, что очень важно понимать, как и в каком порядке интерпретатор инициализирует аргументы, которые мы передаем внутри функции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...